Есть отклик на это действие с нашей стороны. Мы очень рады, что вы пришли сегодня и будем надеяться, что приход ваш сюда будет обычным явлением. Не праздник, а обычное явление. Это будет замечательно. То есть ежедневно приход или там, допустим, какую-то минутку забежать. Вот это было бы самое основное, самый важный результат той огромной работы, которую будут проделывать. Так что будем ждать вас. Приходите, приносите книги, читайте, и мы будем очень рады вашему посещению этого зала. И предложения, что вы просите. С предложения можно написать книгу, можно просто дать ей сотруднику что-то сказать. Они завтра из дома столько всего, чтобы они не спутят. Это было бы здорово. Главное, девчонки и мальчишки, с улыбкой здесь удачу. Конечно, с хорошим настроением. Это полностью для улыбок, для общения такого хорошего. Вот за порогами все свои тосты надо оставлять, чтобы приходить и находиться у них тут. Спасибо. У нас есть поздравления от сотрудников прочитания в зале. Еще одна. Одну минутку. Мы согласны с Европой Петровной, что действительно в наш век информационных технологий живое, искреннее, настоящее общение становится не просто редкостью, а иногда при роскошью. И наши новые ожидания, новые надежды мы связываем с открытием этого свежего островка свободного общения, с ростом популярности нашей библиотеки. Пожалуйста, примите от сотрудников читаемого зала наше поздравление. Открытие этого выставочного центра мы для вас приготовили свои собственные стихи. Открывается зал для студентов, для общения творческих клиентов. Пусть растут здесь магистры, профессор с путевой звездой без границ. Всем здесь ждет плодотворное слово и свобода общения всегда. Открывается зал для студентов. Навсегда, навсегда, навсегда. Живое общение – это как редкий цветок в нашей жизни. Мы желаем, чтобы в нашей дорогой библиотеке спускались и цвели всегда цветы живого, искреннего и настоящего общения. Дарим вам это прекрасно. Спасибо. 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 Спасибо.